Государственная Дума С критикой законопроекта о едином регистре выступили народные артисты. Ведь осталась только подпись президента. Господа депутаты Государственной Думы, вам не стыдно и не страшно за тот закон, который вы только что приняли? А где же неприкосновенность к частной личной жизни каждого жителя моей России? Вам не стыдно, не страшно? Ну, если вам глубоко наплевать на Россию, на страну, на Отечество, то подумайте хотя бы о своих детях и внуках, если, конечно, они живут еще в России, а не за границей. Подумайте и отзовите этот чудовищный закон, пока не поздно. Ибо вас проклянет не одно поколение в результате. Зажрались наши депутаты. Так хочется покрыть их матом. Им человек тавро, клеймо. Нет, депутаты, вы говно. Побойтесь Бога, атеисты. Концлагерь нужен вам, фашисты. Я народная артистка России Светлана Крючкова. Я обращаюсь ко всем гражданам России. Угроза цифрового контроля, нависшая над всеми нами, напомнила мне нашествие на Европу, а потом и на Советский Союз, фашизма. К чему мы идем? К выезженному на руке номеру, как в гитлеровских лагерях. Тогда уже выдайте всем полосатую одежду, чтобы удобнее было следить за нашими передвижениями даже из космоса. Заодно и на пижамах кто-нибудь опять хорошо заработает. Мы должны успеть это остановить. И помните, это самое главное, прежде всего от этого пострадают наши дети, ваши дети, потому что их с детства начнут приучать к тотальному контролю. Эти электронные браслеты – такой же символ рабства, как ошейник на рабах. Я хочу напомнить всем, как еще в 1934 году гениальная Марина Цветаева написала предсказание предупреждения, которое никто не захотел услышать. А Бог с вами! Будьте овцами! Ходите стадами, стаями, без мечты и без мысли собственной вслед Гитлеру или Сталину. Являйте из тел распластанных звезду или свастой трюки. Дальнейшее развитие событий всем известно. Кому выгодно крутить колесо истории вспять? Надо остановить его, пока не поздно, если мы хотим для себя, своих детей и внуков свободную жизнь, наполненную творчеством, созиданием, передвижением и общением. Мы – не цифры. Один вопрос только что прозвучал, ваш ответ относительно того, что достаточно защищенные данные будут, которые будут находиться в федеральном регистре. Но из закона это не следует. В законе, кроме таких слов, больше ничего нет. Там даже нет запрета использования программного и технического обеспечения нероссийского производства, хотя бы это. Не говоря уже о том, что фактически мы ничего не знаем о тех людях, которые будут иметь доступ фактически к досье на каждого российского гражданина. Вы помните фильмы моего отца «Судьба человека»? Сергею Федоровичу скоро будет сто лет. Вот бы он удивился. Снова номер? А ведь в его фильме Андрей Соколов когда лишается своего имени и фамилии? Когда он находится в концлагере. Я тоже играла такую роль в одном из фильмов «Мать Мария». У меня был нашитый номерок. А в Освенцеве его вводили прямо на кожу и детям, и взрослым. И вот на Нюрнбергском процессе практику присвоения людям пожизненных, обезличивающих номеров и клеймения этими номерами признали преступлением против человечества, не имеющим срока давности. Что же мы делаем? Давайте задумаемся, прежде чем это делать. Мы люди, а не цифры. В то время, когда наш народ был заключен под домашний арест, происходили поразительные вещи. Поистине антигосударственные, антинародные, античеловеческие. С тревогой узнаю о том, что Государственная Дума и Совет Федерации пытаются провести античеловеческие законы, которые всех нас, абсолютно всех, в России весь народ превратят в цифровых рабов. Тревога появилась тогда, когда я услышал, как на Валдальском форуме господин Греб сказал с присущим обаянием, «Зачем народу давать культуру? Нам тогда трудно будет ими управлять». Как после этого человек, произнесший поистине геббельсовские тезисы, может оставаться у власти и руководить не только Сбербанком, но и цифровизацией, и введением искусственного интеллекта в нашей стране. Если руководитель государства этого не заметил, то, скажем, ему об этом. Пусть он примет какие-то меры. Или что? Есть поддержка идеи Грефа на высшем уровне государственном? Тогда все очень серьезно. И тогда на скором голосовании общенародном о поправках могут недосчитаться очень многие голосовки. Нельзя превращать Россию и ее народ в рабов. «Или прав был Пушкин, паситесь мирные народы, вас должно резать или стричь». Но мы не цифра. Мы принимаем кота в мешке, это печально. Но по гражданам, по сведениям, здесь прозвучало и в ролике, что всего сведений совсем мало, а там идентификаторы. Ну, во-первых, идентификаторы, вы прекрасно понимаете, электронная форма персональных данных. Это отличительный признак данной информации. Цифровод. Значит, но смотрите по перечню сведений. 24 в статье 7 указано, это открытый перечень, обращаю внимание коллег, не исчерпывающий. 24 прямо указано. Причем указаны идентификаторы и информация, хранящаяся в других информационных системах. Перечень будет утверждать правительство. То есть уже сейчас мы не знаем окончательный перечень этих сведений. Обратите внимание, сведения о семейном положении, в том числе акты о регистрации брака и расторжении брака. А что помимо, в том числе, что за сведения о семейном положении утверждать будет правительство. Я прошу обратить внимание, коллег, мы фактически делегируем правительству лишить наших граждан конституционного права на неприкосновенность частной жизни, на конфиденциальность. И вы знаете, что в Великобритании была попытка введения. Всеобщая единая цифровизация это трансформация власти от демократических, классических институтов, таких как президент, армия, закон к теневым группам. Если раньше манипуляции осуществлялись в основном в информационном поле и были хоть и трудно уловимыми, но по крайней мере публичными, то теперь с помощью манипуляции данными внутри этого регистра можно будет сделать практически все, никто ничего об этом не узнает. Все сильными становятся и Т-компании, и программисты, администраторы. Если раньше западным спецслужбам нужно было для осуществления своей деятельности внедряться в аналогичные группы российских спецслужб, то сейчас будет достаточно устроиться всего лишь официально на работу в одну из таких компаний, многие из которых имеют западный капитал. Бессильными становятся президент, силовики, ветви власти. Страна управляется не выборными институтами, а теневыми группами. И еще один сценарий. Допустим, от базы рухнуло случайно или почему-то злому умыслу. Что? Жизнь остановилась? Мы встали на колени? Начался хаос? Для чего мы закладываем такую мину под свое собственное государство? Сегодня ведомства и разные муниципальные органы уже имеют те базы, которые им необходимы, те данные, которыми они оперируют. Силовики, МФЦ и прочее. Для чего нам создавать единый регистр? Для чего нам создавать эту мину и закладывать ее под собственное государство? Кто ее заказал? Нужно ли нам лидировать именно в этой области? Мы должны как следует об этом подумать. Любимые братья и сестры, случилось очень неприятное событие, если кто не в курсе. Пока мы с вами честно сидели на этой якобы добровольной самоизоляции, под шумок депутаты Государственной Думы предали наш народ и приняли во втором чтении людоедский закон о едином федеральном информационном регистре. Простыми словами, лишая своих избирателей прав на личную жизнь. Нарушив как минимум две статьи Конституции, потенциально совершил государственную измену. И это при том, что сотни тысяч людей подписали петицию против принятия этого законопроекта, но нас опять не услышали. Я считаю, что подобные действия заслуживают самого глубокого порицания вплоть до распуска Государственной Думы. Мы не хотим доверить своей жизни предателям. Я уверен, что наш президент никогда не подпишет этот законопроект. Ведь он настоящий президент. Ведь он ведет нашу страну к процветанию, а не в концлагерь, где у нас даже имен нет, а только номера. Пока мы с вами сидели на самоизоляции, Государственная Дума тихо приняла закон о едином федеральном информационном регистре. О гарантированном Конституции праве на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, теперь можно забыть. Почему? В единую базу, без нашего согласия, будет собираться вся информация о человеке, начиная с простых паспортных данных, заканчивая всем имуществом, счетами, вкладами, даже медицинскими картами. Понятно, что, учитывая специфику страны, завтра такую базу можно будет купить в интернете. Ни банковской тайны, ни медицинской, ни личной. Только представьте, какой подарок бандитам всех мастей. Ворам не придется выслеживать в дворах дорогие машины, не придется высматривать богатые окна, нажал на одну кнопку и выбирай жертву. Если хорошие счета, то и дома есть что брать. Тут тебе и адрес жертвы, и адрес стареньких родителей, которым можно пошантажировать или взять заложники, например. Вы скажете, а мне все равно. Мне нечего, у меня нечего брать. Бедным людям страшнее. По базе черные риэлторы найдут одинокую бабушку с квартирой, увидят прочерк в графе родственников, значит, некому за нее заступиться. И даже вот все ее болячки в медицинской карте в качестве рекомендации, как проще сымитировать внезапный, но естественный уход из жизни. Мы хотим вернуться в 90-е или человек придет раз в жизни попросить у государства бесплатное лекарство или путевку. А чиновник откроет базу, ну, идейный регистр, и скажет, а у вас тут вот 100 тысяч на счету. А вы скажете, ну, это на похороны отложено. А вам ответят, ну и что? Деньги-то есть? Не положено. А как вам будет приятно, когда чиновник или любой посторонний будет знать результаты вашего вчерашнего УЗИ и анализы? Отдельная тема размещения базы на иностранных, нероссийских серверах. Вся информация всех гражданах России будет в чужих руках. Как тебе такое, ФСБ? Не государственная ли это измена? 210 тысяч человек подписали петицию против принятия этого закона. Их мнение проигнорировано. Дума приняла закон. Совет Федерации его одобрил. Подпишет ли теперь президент? Господин президент, услышите людей. Вы, как гарант Конституции, знаете о 23-24 статьях. И понимаете, как православный человек, что имя на номер Господь не велел менять. Мы не цифры. Я вообще небольшой сторонник обезличивания личности. А тем более присвоением каких-то номеров, символов. У человека есть имя, фамилия, отчество. В свое время уже люди отобрали национальности. Я не думаю, что кому-то помешала национальность русский, адыг, еврей, грузин и так далее. Гражданин Российской Федерации это очень здорово, но национальность это тоже нормальная. Скрытие своей национальности это удел слабых и не очень умных. А сегодня я так понимаю, что уже и не Розенбаум Александр Яковлевич, а номер 24681. Ну, это действительно напоминает концлагерь, во-первых. А у меня генетическая память присутствует. Во-вторых, во-вторых, есть имя, отчество, фамилия. Ну, как можно по-другому? И еще один момент. Но я бы хотел все-таки, чтобы мои данные лежали в районном ЖЭКе. Или в районном отделе ФСБ или в МВД, если я незаконно послушный человек. Или в детской комнате милиции, если я маленький хулиган. Но какие-то там объединенные регистры. Я не хочу, чтобы в моих данных копались разные люди. Я не знаю, будет это удобнее, неудобнее. А вообще законами всегда правят деньги и власть. Фантасты на эту тему уже давно написали много произведений. Купол с элитой. И за куполом все остальное выживает, проживает. поэтому все к тому, как мне думается. И это мало устроит граждан, к коим отношусь и я. Под куполом будет власть имущие, финансовые имущие, определенное количество музыкальной, литературной элиты, которые будут услаждать уши и глаза власти финансово имущих. определенное количество обслуживающего персонала. Все к тому, фантасты не дурачки, они все сделали. Так что не знаю, то есть я знаю, это нехорошая идея. Нехорошая идея. Она действительно угрожает прежде всего обезличиванию человека. Это кому-то надо. Причем у меня есть теория, что это неземного происхождения и истории. Никто вот так землю всю, целиком, полностью остановить и переделывать не может, кроме тех ребят, которые о нас думают немножко. Так что подумайте покрепче, государственные мужи, подумайте. Мало вам интернета, телеграммов, соцсетей различных желтопузных желтопузных передач на первых на первых кнопках, где копаются в личной жизни, в белье людей, где приучают население страны участвовать в этом желтопузном процессе ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Личность должна быть независимой, свободной, имеющей право на свою частную жизнь, которая не должна попадать ни в чьи руки, кроме членов семьи этого человека. Идентификация людей до номера, до их, в общем, до, ну, до скотского положения, в принципе, это нехорошее дело. Во-первых, закон нарушает принцип неприкосновенности частной жизни и право на конфиденциальность, без которого человек жить не может. У каждого человека должна быть личная жизнь и возможность именно в своей семье самому лично этой жизнью распоряжаться. К сожалению, гражданина в этом законе нет вообще. И конституционное право, а это статьи 23 и 24, о том, что обработка, сбор, хранение, передача, использование персональных данных гражданина, возможны только с его согласия, этим законом фактически аннулируется. У нас не будет больше действенных конституционных норм 23 и 24 закон о персональных данных, в части касающиеся требования о получении согласия гражданина на обработку, использование, хранение, передачи его данных. Поскольку все будет производиться принудительно, только органы и организации, которые владеют какой-то информацией, сведениями персональными, будут передавать ее в федеральный регистр. Поэтому я бы просила это понять. Второе, этот закон содержит на самом деле открытый перечень сведений и информации. Я насчитала конкретных 24 вида в части 2 статьи 7, но есть еще оговорка в статье 8, пункте 9, нет, сейчас уже, оговорка относительно того, что перечень сведений и порядок предоставления сведений другими информационными системами определяется правительством. Какой перечень сведений? Если, например, такие термины, как сведения о родственниках, о семейном положении, они не определены нигде в законодательстве. Соответственно, это предполагает, что либо правительство расшифрует так, как удобно и, соответственно, не в интересах граждан, либо еще что-то произвол здесь из закона сегодня очевиден. Конечно, вы можете говорить, что вы так не сделаете, но нельзя голосовать за закон, когда очевидно уже на этапе голосования за него, что он содержит эти риски. Третье, фактически гражданин не имеет возможности в течение, во-первых, с 23 года по 25 ознакомиться со сведениями, а по этому закону с 23 года уже муниципальные и государственные услуги будут оказываться с помощью... Елена Борисовна, я вас благодарю, ваша точка зрения услышана, ваше время и стекло. Я Михайлов Александр Якович, народный артист, народный все говорят многих премий. Меня беспокоит то, что происходит сегодня в мире и в частности с моей нашей Родиной. Я не говорю о том, что идет колоссальная информационная атака по поводу нашей России. Громная. Как сказал в свое время мой батюшка, сегодня время безобразное, без образа. Мы должны погоняться желтому тельцу честью и чести и толерантами к определенной категории людей. И, конечно, мы сейчас почти не говорим, что есть совесть, есть честь, достоинства, а самое главное любовь. Даже Альберт Эйнштейн, который с трудом, как он говорит, пробивал идею и добью идею в относительность, и было огромное непонимание по поводу этой идеи. Но самое потрясающее это письмо к своей дочери. И говорит Альберт Эйнштейн, ничего выше и прекраснее нет любви. Любовь это потрясающая сила, великая космическая сила, которая притягивает красивых, потрясающих людей. Сегодня время Люцифера. Люцифер переводится очень просто. Это люди цифр, человек цифры. И нас хотят превратить в эту цифру, лишить человеческого достоинства. Это падший ангел, а ведь он был святоносцем правой рука Господа. Но возгордился гордыням. Эту гордыню я ощущаю в конкретных людях, в этих билгейцах, в графах, в чубайсах. В том, что происходит дебилизация нашей молодежи, это уже однозначно. Посмотрите, какие фильмы, что в основе этих фильмов. Город трупов у моря крови. Убить человек сам много чтобы высморкаться. Я думаю, что это катастрофа. Война это убиение тела. Мирное время убиения души. И неизвестно, где больше жертв. Неизвестно. Поэтому идет третья мировая война. На таком своеобразном чудовищном уровне. Я не хочу быть человеком цифры. Я обращаюсь к моему президенту. Владимир Владимирович, подумайте, прежде чем подписать этот указ, этот закон. это очень важно. Поймите, лично я не смогу голосовать за нашу конституцию, когда будет продавлен вот этот чудовищный закон. Простите меня, меня это очень волнует. Всего доброго. доброго. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok